здравствуйте с вами паша вы смотрите geek media и сегодня я хочу рассказать вам о дополнении новом дополнение к игре особняки безумия которое должно появиться вот-вот на момент съемки ролика она обещана что вот она появится в конце 2020 года первое большое дополнение которое выйдет локализованное на русском языке а выпускает издательство мир хобби игра издательство фэнтези flight games я не буду рассказывать о правилах основной игры особняки безумия расскажу только о компонентах и о сценариях которые привносят это дополнение в основную игру это большое дополнение предыдущая которая называлась за порогом давала немного компонентов два сценария здесь три сценария 4 новых сыщика много монстров много комнат я чуть позже все расскажу ну вот для начала сценариях первый сценарий который приносит это дополнение в игру особняки безумия в цифровом приложении особняки безумия числится под номером 11 называется астральная алхимия следующий сценарий называется банды архема и третий сценарий про выставку это вот соответственно номера 12 и 13 они очень разные и и этим прекрасно это приложение одно из моих любимых дополнений именно за счет разносторонности сценариев сценарий астральная алхимия боевой сценарий банды архема очень большой очень масштабный там придется много ходить откроется большая карта в него придется играть очень долго готовьте заряжайте планшеты и последний третий сценарий про выставку он детективный этот сценарий понравится тем кто любит детективы кто любит разгадывать загадки кто любит вычислять делать заметки для этих трех сценариев фэнтези flight games и мир хобби приготовили большое количество новых тайлов помещений сейчас я вам их покажу это первое дополнение в котором появляется огромный тайл местности в данном случае с одной стороны это для сценария выставки того самого детективного это главный зал в музее мискатоника как видите здесь какой-то огромный скелет динозавра на на обратной стороне здесь закусочная она состоит из двух комнат само помещение закусочные кухни кроме огромного тайла есть еще пять привычных больших тайлов с различными местностями как вы можете видеть здесь есть классная комната есть лобби есть беседка есть магазинчик у них у всех есть оборотные стороны огромное количество различных помещений вот музей опять и есть даже какой-то дворик с какими-то каменными скамейками и 11 маленьких тайлов огромное количество помещений разнообразие абсолютно сумасшедшие мне очень понравилось раскладывать это все большинство тайлов вот вот зелено-белый такой плиткой на полу это используется для сценария детективного музея мискатоник но остальные тайлы появляются в том числе и в других сценариях как вы знаете в игре особняки безумия цифровое приложение сделано так что она использует тайлы местности не только в тех сценариях которые были добавлены этим дополнением вот тех трех о которых я говорил но эти тайлы могут появляться и в предыдущих сценариях которые уже играли если вы захотите переиграть какие-то сценарии из базы вы сможете вот приложение цифровое может попросить вас положить какой-то из этих тайлов и это будет немножко неожиданно это будет это будет новый дом новая местность как-то по-другому все будет выглядеть это добавляет реиграбельности в базовую игру помимо тайлов местности это дополнение добавляет четырех новых сыщиков вот посмотрите это мари ломбо певица бутлегер финн эдвардс молодой коп томми малдон и бывшая культистка диана стэнли как ним ко всем есть замечательные такие фигурки качество миниатюр все время повышается у фэнтези флайт гейм мне мне очень нравится вот именно бывшая культистка диана стэнли история ее жизни такова что ее сначала приняли в ложу серебряных сумерек в городе архам но когда она увидела какой ужас творится в архаме она решила что она должна бороться с этим и вот вот она борется по параметрам она очень неплохой персонаж у нее приличное здоровье но правда к сожалению слабый рассудок но у нее есть такое свойство что получая 22 ужаса две карты ужаса она берет на на один ужас меньше по параметрам а достаточно средняя ну вот сила воли у нее слабовато подкачала очень красивая моделька но с точки зрения игры я бы сказал что скорее перспективно певица мария ломбо мария ломбо хороша тем что по ее свойству она один раз за раунд в самом начале своего раунда может не тратя действия произнести заклинание это очень сильная способность она может по существу произвести три действия вход то есть она сначала при помощи заклинания атакует противника и в нее потом остается еще два действия она может в конце концов произнести еще раз заклинание она может убежать попробовать от врага или ударить его кулаком у нее средние параметры но очень приличный рассудок 8 который конечно и понадобится для того чтобы произносить заклинание я считаю это очень перспективным персонажем в нашей игровой ячейке когда мы играли сценарий этого дополнения но и в другие сценарии она почему-то не пользовалась особой популярностью но я всегда с удовольствием играю за персонажа мария ломбо помимо четырех сыщиков мы увидим новых монстров это четыре новых типа монстров фигурок там сильно больше в коробке но я покажу именно по одной штучке каждого каждого типа это это вот такой вот огромный лайгор это вот такой средний размерный звездный вампир он похож на такого спрута вот он присасывается и собственно два персонажа и две маленькие фигурки антагонистов это скелет и бандит которых на самом деле в коробке не по одной штучке ну вот они там будут использоваться достаточно часто скелет такой такой миленький прям скелетистый что же еще будет в дополнении помимо новых тайлов местности новых фигурок антагонистов и новых сыщиков появятся несколько новых механик новые карты и давайте вот пару слов о них например карты эликсиров это карты двусторонние которые позволяют улучшить характеристики ваших сыщиков это нововведение такой механики раньше не было в базовой игре особняков безумия теперь она появилась когда вы каким-то образом получаете карту эликсира вы сможете потратить ее и чтобы положить на своего на лист своего персонажа вот такие вот замечательные жетончики это жетончики улучшения каждый такой жетончик добавляет характеристики единичку каждую характеристику нельзя улучшить больше чем один раз поэтому ну вот максимум жетончик один может быть на каждой характеристики после того как вы выпили эликсир и характеристика улучшилась вы переворачиваете карту и на оборотной стороне вы сможете прочитать что же произошло с вами после того как вы выпили этот эликсир не только улучшилась у вас характеристика с вами может произойти еще что-то и не всегда это что-то хорошее еще в цифровой версии приложения этого дополнения появляется новая головоломка вы помните мы раньше там собирали открывали какие-то замочки двигали какие-то там штучки теперь появляется новая головоломка которая называется башни это реинкарнация старой там какой-то арабской по-моему головоломки где нужно перекладывать большие и маленькие диски друг на друга для того чтобы передвинуть все диски из одной колонки в другую выглядит это приблизительно вот так подводя итог рассказу про это дополнение я могу сказать следующее я поиграл во все дополнения которые вышли на данный момент к игре особняки безумия на английском языке естественно и поиграл локализованные я могу сказать что это дополнение одно из лучших даже наверное на мой взгляд самое лучшее именно по набору сценариев по количеству компонентов и по интересу которые я получил от игры в эти сценарии а вы расскажите какой из сценариев особняков безумия больше всего понравился вам напишите в комментариях с вами был паша вы смотрели гик медиа спасибо до свидания спасибо за просмотр! Продолжение следует...